То есть вот, смотри, эта книга с комментариями Анан Тадах Бабаджи, даже с его автографом есть. Этот книг, этот комментарий Анан Тадах Бабаджи Махараджи, даже его сигнете, что они будут показывать его сигнете inside. Да, то есть все авторитетно. Это аутентично. Да, то есть мы должны понимать, как наш возлюбленный Анан Тадах Бабаджи говорит, что это не просто поэзия какая-то любовная, это молитвы. Это молитвы, которые, то есть Рагунатха на берегу Радхакунды, ой, да, Радхакунды мы знаем, что он поет, молится и плачет, и ему приходит некое уведение. Это не только поэтира, это иные молитвы, когда Рагунатха на берегу Радхакунды плачет. Да, и сейчас мы с вами узнаем, что же он увидел, да, к кому он возносит свои молитвы, свои плачи, да, плачет. And now we will see to whom he is crying, for whom he is, his tears. Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода Перевод То есть Рагунатха, да, Радачи Ран, проникся, ты тоже проникнешь, да, что поет, молится и плачет, то есть степень его, да, мы знаем его молитвы. И вот он, представляешь, он говорит, я буду неустанно, неустанно возносить величайшую славу всех пчел и шмелей Вриндаван. Now she is Raghunadas crying and praying, I will without tiredness glorify the bumblebees and bees of Raja. Которые кружат, кружат невероятно красиво и сладостно жужжат и поют, даже это жужжание, это песни любви, игр любви Радхи Гавинды. Как жужжат? Сейчас найду. Ну что там разочаран? Я смотрю как, а, бааз, баазин. Мне на перевод слово был. Ага, рада. Пожалуйста, прочти еще раз этот момент. Как они кружат. Ага. Эти пчелы, да, которым возносит Рагунатха молитвы, они кружатся. Невероятно красивом танце, сладостно жужжат, тире, пая, песни любви, игр Радхи Гавинды. Рагунатха молитвы. Они кружатся. Да. Кружатся. Девушки. Они кружатся. Они кружатся над деревьями Манго, Кадамба, Бакула, над лианами, и зелеными, и черными, и золотыми, такими как Мадхава сегодня, к великому радости и удовольствующему Ширадхиам Радаму. And they fly around the trees and vines of кунжа, Манго, Кадамба, Бакула, Мадари, Мадари это же это, лиана, да? Да, лиана, лиана, да. Мадари, вайн. Да, то есть Рагунадхадаска с вами, он восхищается, да, то есть пчелами, вот их любовью. Да, и сейчас комментарий Ананхадасбабаджи, да, который нам объяснит, что же он видит, да, как это на уровне любви, бхавы, маха бхавы. And now we're coming to the commentary of Ананхадасбабаджи Марадж. He's explained to us, what is really, Рагунадхадаска с вами, is by he is Manjari Baba. Да, и комментарий Ананхадасбабаджи говорит, из этой молитвы, из этого плача Шипадра, Рагунадхидаса с вами, мы видим, что он возносит славу пчелам и шмелям в Раджа, которые жужжат, ну так, да, начало стиха, которые жужжат вокруг цветов и деревьев, филиан, бриндавана. Now we can see how Рагунадхидаса с вами glorify the bumblebees, bees of Raja, who is flying around the flowers of Raja. Да, и что же, что это за пчелы и шмели, и он, да, в комментарии продолжается, кто знает, вот, то есть невозможно представить такой, знаешь, вопрос большой буквы, Кто знает, что за великие души, души приняли форму этих пчел и шмелей? And now this question is coming. Who knows, really knows, what the great souls are, took the form of these bumblebees and bees? То есть чем велики же эти души, да, такое величие? Они приняли форму, да, величайшие души, чтобы опьянеть от мёда любви, сочащегося из цветов и деревьев, филиан, которые не могут попасть в пчелы, знаешь, как они разносят, собирают сладость любви других жив. And now these great souls, they took form of these bumblebees, bees, to collect the liquid cream of the flowers they desire to serve Raja Krishna, who could not themselves come inside of Kunja. Да, здесь я на секундочку остановлюсь, да, такой момент, это, знаешь, как начало, вот, начало объяснения, вот, да, их любви, этих пчелок, и вот первый момент, это то, что они собирают, да, собирают и отнесут, представляешь, сколько у них своя-то любовь есть, представляешь, у них есть скот в Kunja, Raja Gavinda, самые сокровенные места, никто не может остановить пчелу, это первый момент. And the first point for meditation is these bumblebees, bees, they have their own love, which they bring. Да, второй момент, вот я прям зачитываю из текста, второй момент, опять же мы должны понимать, что это, знаете, не просто это картины мы рисуем, как Махарадж говорит, да, без расы или без клавы не будет игры, ну что? Второй момент, что они вот эти шмели и пчелы, вот какая у них любовь, да какой уровень их любви, их да, Радхи Гавинди, они жужжат и поют расика песни, игр Радхи и Мохана, а Шиши Радха Матхави, да, ну вот, их игры жужжат, поют, представляете? И второй момент, этот символ не будет полностью до раствор серии, и что это игра в этом имени? Эти, повторяющие любовь, они бомбол angry выполняютia при наде Mist от Радхи Гавинди, Рада Кришна. И Ананта Бабачи продолжает Эти пчелки и шмели У них такое благословление Они благословлены тем Что садятся на следы Когда хотят и куда хотят И могут входить в любую кунжу Насадятся на стопы Радхи, Мохана Это благословление Которое редко достижимо для величайших Мистиков и флитов всех времен Они садятся на стопы Или на следы Или туда и туда На следы На следы Понял, понял И Антас Бамбалджи Майораджи Explaining the glory And position of these Бамбалбис They are Sit down On the prince of Footsteps of Radha and Madhava In the kunja They walk and footsteps on the earth Prince In the earth And they sit on this Да, здесь опять Знаешь, как Каждый момент Каждый аспект Вот этого, знаешь Картины Оттенка Пхавы Вот опять же Опять подразделяется Знаешь, сначала на следы Как ты сейчас перевел Да, и второй момент Антас Бамбалджи говорит Что они У них есть право Они такие великие Благословленные Что они садятся на стопы Целуют их Целуют стопы Представляешь Они могут Они могут С этими усиками Массаж делать Знаешь, как Вибрируют Радога Вибрируют И поют Радога Видно Слышит их Что они поют Переводи, пожалуйста According Рупагославия He's explained That The lotus feet Of Rada Madhava Is Rarely Attained By Even great souls Like Brahma Shiva But here These great souls Not seated Only On The footprints On earth But they also Allow To sit On the Foot Of Rada Madhava и они собирают нектар из их еды, и они также дают плащу Радамадову. Я тоже это делаю. Представьте себя пчелой на стопах, целующих и пищих мёд, а мы понимаем, что это не мёд, это мёд, значит, как любви, любви Радамохана вместе. И как Дамодара Прабу объясняет, не только пытаясь видеть, но пытаясь чувствовать себя, пытаясь чувствовать себя, это мёд, который сидит на лотто-свете Радхамадова, Радхакришна. И они не только сидят, но и киски, они получают нектар из лотто-свете. Лотто-свете. Такие велосипеды. И она тогда, Бабаджи, говорит, у Вайшнави и Вайшнавы разве могут быть хоть какие-то сомнения в том, что эти пчёлки и шмели, которые опьянены единственным наслаждением, исключительно нектарным ароматом тел Шиши Рада Моханы? Разве они не могли, ну, то есть они не получили благословление? Ну, такой вопрос наивный. Понял. И теперь эти бамбл-бисы, бисы, они интоксикают с нектаром из лотто-свете Радхакришна. И теперь вопрос. И вот мы подходим на такой вопрос, значит, будет ответ на вопрос, а что же они жужжат? Ну, какие песни? Песни вообще-то, ну, то есть мы слышим жужжание. Что они жужжат? Что они поют? Они поют при этом. Да. И комментарии Ананта Дазбабаджи. Ананта Дазбабаджи говорит, что Ширадгунатха, да, мы видим из этой молитвы, из этой картины, он славит неимоверно, с таким почтением этих пчёл и шмелей, и говорит при этом. И он говорит, вдумайтесь, очень удивительная, сладостная вещь, пшмели и пчёлки, которые, несомненно, даст столько любви. Опять же, мы должны, знаете-ка, представлять не просто мёд, потоки любви. Они кружат вокруг деревьев, манга, кадамба, и сегодня лиан подобным в Мадхаве. Сладко. Сможешь, Радхачаран, мёд перевысить? У меня потоки любви выпали в отдельное, то есть в целостном потоке любви. Прочит так, чтобы я это увидел целостно, пожалуйста. Ну, то есть пчёлки, шмели, в раджа, кружащие вокруг деревьев, да, вот в кунжи, в кунжи, которые, да, вот вокруг они жужжат, на входе обычно. И вот они поют сладостно и неразборчиво, я прям читаю по комментарию, сладостно и неразборчиво. Они жужжат, тире, поют. К великому удовольствию Игорь и Шиширата Галинды. Переводим, Радхачаран. Переводим, ракахаран. These bumblebees and bees, they fly around the leaves, mango, кадамба, bakula, madwi gains. И они плачут свои растика, и они плачут, это, как сказать, сложно понимать, что они плачут, это просто муд. Особый, это значит в одном экземпляре, эксклюзивный, вот эти песни любви, жужжание, это особый эротический смысл для Рада Мохана, особый эротический, знаешь, чтобы они слышат это все, и, знаешь, как возбуждаются, им хочется дарить любовь друг друга, знаешь, вот этим своим нектаром окутать каждого друг друга. Such songs for Rada Mohan, which is causing in them erotic moods, they become more eager to give each other love, such nice and sweet songs, buzzing with Bumblebees. These songs are special, special means, unique, not repeated by others. Да, и в ушах Рада Мохана, да, вот как они слышат это жужжание, говорит Анантадас Бабадзе, оно звучит в ушах Югала Кушуру, подобно победно, громадным барабаном Бога любви. And for Rada Krishna, these songs, buzzing songs of Bumblebees and Beans, sounds like very loud, victorious drum of the Cupid, God love. Почему это экстраординарное, да, экстраординарное вот дар пчел, потому что вот когда они слышат эти барабаны, это гудение, то наши, да, Рада Мохана, наши Югала Кушуры, это сладостное жужжание, эти песни любви пчелы и шмелей Вриндавана, Враджа, вдохновляет, вдохновляет Югала Кушуру к занятиям, это дарить, к дарению друг другу любви. Why for Raba Krishna, these songs are extraordinary? Because they causing in them eagerness to give each other love. Эти пчелы, эти пчелы, эти шмели, они всегда, читаю комментарии, Сирада Сиран, прям по комментарию, Эти пчелы и шмели, всегда опьянены, знаешь, как, отчего они пьяны, они же не от нектара опьяны, они опьянены песнями, знаешь, как они делают Шраваном Киртаном, они поют, ну, кажется, что гудение, песнями, опьянены песнями об играх юного Камадева Вриндавана, и воплощение Махабхавы в Ришабхану Нандини. Махабхавила Вриндавана – 78 00,, gitu. And these these bumblebees and beers, they completely drank by these songs of love, love of supreme God of love, Shamasundra, and personified Maha Bhava Shrimati Radhika. They mutual love. The songs which is describing and glorifying, they love is make them completed drunk, means bumblebees and kids, they completed drunk. Да, Радыч Иран, представляешь, какова сева, вот дар любви этих пчел, то есть они собирают, приносят и они поют песни любви, которые возбуждают. Вот говорится, почему я ставлю на этом акцент, что вот именно в конце будет, она тогда с бабушкой говорит, что вот в этом заключается их экстраординарность, эксклюзивность. Вот у манджери своя, у этих пчелок своя. Они, знаешь, как такие маленькие воплощения матхура, расы, мадуа. А там все в матхуре, Радыч Иран, там же все, это же кунжи, расхи, говиды, представляешь, ну какая от них любовь, они смотрят друг на друга, они рядом. It's how much, how so much love inside of Kujan, between Radha and Krishna, and these bumblebees and bees, how they intoxicated by their love, by their sins, which is described in their love, and they bring in not only their own love, they also collecting the love of ours, all of Raja in this mathurya. All is drowned in the sweetness of their love, and they collecting all this love and bringing to them to Radha Krishna. And now Dazbabadji Maharaj is asking, how can it be possible for the bumblebees and bees to be intoxicated? If they're doing service, they must be in, how to say, aware state, nicely thinking, straightly moving. Yeah, удивительно, удивительно, представляешь, какой комментарий, и он говорит, Anand Dazbabadji объясняет, что поскольку эти пчелки и в шмели пьют мед в трансцендентах, знаешь, как мед любви, мы должны понимать, это Фриндаван, врач, они передали, знаешь, как послание в кунжу, вот эти свои, кто-то аромат, кто-то запах свой, да, кто-то цвет. Поскольку эти пчелки пьют мед в трансцендентах светофриндаванских геофилиан и приносят их в кунжу, их умы и жизненный воздух насыщен этими ингредиентами. Представляешь, сколько у них любви, они объединяются, вот как их любят, значит, травинки, пылинки, которые они несут, краткие говинды, в кунжу. And because these bumblebees and bees collecting the liquid love of all flowers of Raja, they completely intoxicated, and the air, the air in their bodies, what to say, sucked, mixed with this love. Да, да. И вот этими, да, вот принося любовь, вот почему говорит Ананда Бабаджи, что у них такое экстраординарное, да и особое, они доставляют особое Ананду много счастья, необычайно божественной паре Радаму. What is why they can give so much extraordinary happiness and bliss to the divine youth couple? But, Радаганин, я так и не понял, как же они могут служить, если они опьянены? Вот как у Манджари, знаешь, почему, мы же тоже такие же, да, мы с родни, помнишь, Садо Махарадж говорил, встаньте как пчелки, как жмили следуйте вот за стопами, помнишь, он говорил. Да, что, ну, как бы, вот, это, знаешь, как, почему они это самое, потому что они Ананду ложат краткие говинды к стопам. Я задаю Радаганин, как это возможно, потому что это было, как это возможно для них, если они intoxicated, они полностью снять, при этом нектаре, они коллеклися на нектаре, и Радаганин отвечает, что Крадаганин говорит, что Крадаганин говорит, что это же самое с Манджари, 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 они также intoxicated с любовью Радхи Кришны. И они привезли эту любовь снова к Радхи Кришну. И эти бамбл-бисы и бисы делают то же самое. Они собирают все любовь вокруг. Да, они intoxicated с любовью, но они привезли к лоттосу с любовью. То есть, знаешь, как они... Ладно было, знаешь, как мы Манджари, Манджари, ну, все жители, да? Ну, как бы, каждый как душа, как чистая вот в своей сварупе. Мы же можем принести только свою любовь, да? Вот объяснить ее, дать прочувствовать. А представляешь, какая у них сила, какая у них сострадание у этих тел, что они собирают и летят. И поэтому мы разрешено куда входить. Мы дальше будем читать. Они прилетели и прямо на Радхи Кришну, знаешь, принесли любовь и выдержали. Рой целый. Кришна лотосом разгоняет. Они так виноваты, чтобы Радхи Кришна, они имеют свой свой любовь, но они собирают любовь и выдерживают много света для Радхи Кришны. И они окружаются вокруг Радхи Кришны. И Кришна нужно использовать лотосу для сделать их немного от от лица. И вот еще один момент, аспект. Вот они собирают Нису, поэтому они такие избранные, особенные. А второй момент, что говорит Ананта Бабжа, что своим жужжанием, вот этим жужжанием пения Ши-ши-ши-ши-ши-ши-ам Радхи Кришна. Своим жужжанием они напоминают, жужжаниями птички, терапеснями, они напоминают Радха Максове о различных их сладостных играх. И они делают их такими необычайно счастливыми. Представляешь, вот это, да, ключевой момент их целой, их любви, дара любви к Радхи Ковиньи. And the cue point of their service is the third point. By intoxicating, by their love, they buzzing. And by their buzzing, they make Радхи Кришна, Радхи Мадхи they make intoxicating. By their buzzing, they own love songs, Rassika songs. Да, и вот теперь, дорогие мои, бываешь, теперь вот картина, что же он увидел, помните, поет, молится, плачет, и он видит картину некую. Божественная пара, представляете, Радому сидят в Куунже. В Куунже из Макхи, знаешь, как Рада вчера, прям Лиана из Лиана плетен, вот золотистой Макхи на драгоценной платформе, и они погружены в смехи, шутки со своими подругами. Знаешь, такой праздник смеха. Там не Асна, а платформа, Мандра? Платформа написана. Ну, это Асана, может быть, да. А? Асана. Ну, хорошо, я же перейду как Асана. Это не существует. Это не существует. И теперь, опять, с картином внутри Куунжа, который создан из гордонных винаров Мадави, этот Да, то есть да, давайте представим такую, прям рисуйте Вайшнаву картину, Радха Газинда сидят. Пожалуйста, Вайшнава, create this picture on the canvas of your heart and mind, how Радха Кришна сидит inside of Kunja, together. Да, и вокруг них их манджари, подружки, да, саки имеется в виду все, и манджари, и саки, да, и представляете, Рада смеется, Кришна смеется, подружки смеются, такой праздник смеха, любви. Да, и наши вот эти бриндаванские пчелки, шмели, они услышали вот этот, знаешь, как аромат, вот этот, да, нектар, втекающий, да, из этой кунжи вытекающей, любви, любви. Да, и уж привлеченный ароматом этих тел, да, тел Рада Мохан, в первую очередь, да, вот это вот, знаешь, как Рада Чиран, состояние в радости, вот, знаешь, их встреча еще и в радости, сладостная, и эти пчелки, привлеченные ароматом тел, вот таких тел, они оставляют все, знаешь, как дальние цветочные сады, и жужжа, пая песни любви, летят в кунжу к Рада Мохан. Да, и тут комментарии, Анан Тадас Бабаджи приводит, знаешь, в эту же игру, да, в этого настроения, в эту пхаву. Он приводит Рупа Гаслами, вот его ведение этой игры, в Уджулани Моламани, ну, есть вот определенная игра, продолжение. И вот здесь я вначале должен добавить, здесь, знаешь, первые слова, Раи пчел. Рада Чиран, представь себе, нарисуй, знаешь, как в Маугле, помнишь, вот, где они там водопад этих красных собак скинули, Раи. Представляешь, это же надо, вот, от меня, мой личный опыт, да, то есть почему-то их очень много, и сколько их вообще, их бесконечно, надо же, любовь, каждой чилы во Вриндаване собрать, каждой, да, поэтому их так много, поэтому Рупа Гаслами видит тоже. Раи пчел в поднявшемся от восторга, Рада Чиран, волосками, они же такие пушистые. Потерялся? Да, мне надо было найти, я перевел по нужным словам. Раи пчел, они роятся вокруг, и вот этот момент я это, как насчет... Да, да, нет, это прям как по комментарию, это, знаешь, это уже видение Рупы, Рупы нашей старшей, Раи пчел в поднявшемся от ворсторга, ну, представляешь, они в Кунжи, они видят эти игры, они могут залететь туда. А, это у них волоски на теле встали? Да, да, у пчелок, у шмей. Да, эти Раи пчел, да, теперь Рупа, Рупа Манджери говорит, восхищается, славит их. Они оставляют цветочные сады, да, услышав аромат Раи и Мохана, и летят, летят в Кунжу, Кратха, Мохану, привлеченный ароматом Раи, который сейчас, значит, вот из Лиан Мадхави она лежит и отдыхает Раи. Да, Раи отдыхает. Я думаю, знаешь, как на ногах, а Рада Мохана, да, он такой полусидя на подушечке, и эти, знаешь, как шмели и пчелы, которые, знаешь, не выдержали, опьянели до такой степени, что они на лицо Радхарани, знаешь, принесли непосредственно, ну и Коля же они, знаешь, как, если они следы целуют, то понятно, что они и крабщики, да, на губы, они летели вот прямо на лицо крабщики. Отдать любовь, вот кого они собрали, чьего они собрали. И Кришна is half sitting, half lying inside, and Шримати Радхика lying and putting her head on Кришна's leg, and in this moment all these bumblebees, they coming to the face of Шримати Радхика and sitting, or even on her lips. Да, представьте, дорогие, лично, вот лицо Радхики, да, ну, чтобы дальше двигаться, лицо Радхики, красивейшее, на которое, знаете, как пчелки, как на мед, на нектар, знаете, они, они, да, они вот жужжали, как Рада Чаран-то говорил, щекотили ее, да, вот, опять же, они отдавали любовь не только свою, но, да, и они опьянены, они еще поют при этом, приедут, поют, представляешь? And all these bumblebees, they sitting on the face of Шримати Радхика, which is full of nectar, and they not just sitting, they kissing, and by they, how to say, you know, they sing, they doing soft massage. And now Krishna, he wants to take care about his beloved Rada, and by the blue lotus, he is making such movement around her face to take away all these bumblebees and bees. Да, и здесь, знаешь, послышался звук, ну, кто-то сказал такой, да, человеческий голос, но это были Манджари и Ильцаки, да, они сказали, они сказали, все, шмель, пчела, или там, шмель, или Кришна, Мадхус Судана, они сказали, да, шмель. Мадхус Судана улетел, ушел. Да, и вот третий дар, да, это вот от себя, от своего опыта, да, ну, моё наблюдение, как практикующего призна, да, что вот, помните, два мы называли, а это третий. То есть, в чём их в целом, да, дар Радхики, они вот этим, ну, своим приходом, потом, чтобы их выгнали, знаешь, они, они вызывают в сердце Радхарани, да, поднимают волну, новую волну эмоций. И как только Рада, представляете, Рада, которая любит, да, она не может ни мгновения, она постоянно о нём думает. Но она сидит рядом, она лежит, сейчас мы понимаем, она лежит на коленях, но, услышав это, она лежит, знаете, как головой на ногах, Кришна. Ну, как бы, вот эти опьяненные шмели, да, убраны, как бы. И она наполнилась таким, знаете, вселенским чувством разума. Она потеряла, она услышала, всё, он ушёл, ушёл, мой любимый. И в этом моменте, когда Шримати Радхика, который всегда full of thoughts and moods for Кришна, она всегда connected with Кришна inside, she's hearing these words, «Но Мадусудна is gone», means bumblebees and bees. But she's thinking, «Мо Мадусудна is gone», her head on his lips, she's like down in such a way, what her head on his lips, she's so close to him. But then she's hearing these, that Мадусудна is gone, immediately, «Мо Мадусудна is gone», and she's feeling so much separation, even she's so close to him. И когда Кришна взмахнул цветком, я читаю по комментарию, когда Кришна взмахнул цветком, пчёлки-шмели, они оставили, оставили лицо Радхики. И Саки просто сказали, «Ну, всё, Мадусудна, шмель пчёлы ушли, Мадусудна ушёл». What's happened? Кришна, just by using blue lotus, made the bumblebees and bees flow away, and someone, Саки, о Маджаре, told him, «Ну, Мадусудна is gone», that's all. — Да, и вот третья, да, Рада Чаран, чтобы тебе так тоже складывалась картина. Третья, помнишь, как я говорил, дар их, да, вот это подношение любви. Вот она тогда звала, вот здесь сейчас будет сказано. Как только Рада, что эти пчёлы вызвали своим приходом неожиданным, полным любви. И как только Рада услышала эти слова, то в её махабхаве, то есть, а спровоцировали пчёлки это, да, вот шмели пчёлки, в её океане, махабхаве, её сердце поднялись такие волны, новая волна, которая называется «Према-Вайчи». And now again, about the third way of serving by bumblebees and bees. By they suddenly coming inside of Kunja, and then because Krishna make him fly away by his blue lotus, In the ocean of love, of Mahabhava, inside of Shimati Radhika, the great waves of Prima-Vaijitya is come. Great and high wave of Prima-Vaijitya is come. And now, and now, and now, I will explain, what does he mean by Vaijitya is come. То есть, что это за состояние, когда влюблённый, но мы должны понимать, да, Радхи Говинды, когда влюблённый настолько переполнены чувствами любви, да, вот эти волнами определённо, да, вот сейчас это Prima-Vaijitya, рады-рады, удхавам. They both means Radha and Krishna, they are full of emotions, loving emotions to each other. Да, и когда влюблённый переполнены вот этими чувствами, что боятся, что же за эмоции, да, что за Prima-Vaijitya, да, вот мы объясняем Ананда Дадхбаду, что, да, героиня и герои боятся разлуки со своим воблюдением, даже тогда, когда те находятся рядом, она на нём лежит сейчас. Рада. Но это, да, это необычайный. Да, рады-рады. These two lovers, which is so close now to each other, they always inside of their heart constantly have a feeling of fear, but they can be separated. Even they are so close, even in this moment, this fear inside of their heart, what they can lose each other. Да, и говорится, что их эмоции, это вот эта волна, они страдают от беспричинного страха. Знаете, она потеряла, Рада потеряла, и он ушёл. Вап yes. Аitesiwati Он ушёл. На уши, рады-рады-рады-рады-рады, сайettu от сепарайщины, сrijдиватка-зарв margins a new one, what she is, lost her below, even she is so close. Ананда Дадазбабаджи, что вот это состояние, оно и называется премашечья. And this state of consciousness Ананда Дадазбабаджи, марач, колен премашечья. Сейчас еще подробнее Еще дальше мы пойдем глубже Что вот это по ощущениям Вот как рада Она услышала Она же лежала Они опьянены друг другом любовью Она лежала закрытыми глазами И вдруг она слышит Матху Суда на твое шел Ее любимое, она горит Сейчас мы будем Мы будем Дроваться более глубже В то ощущение о Шримати Радика Что происходит с ее Когда она лежит На этой платформе И ее голову На Кристос лев В ее глазах Она полностью Она полностью Она любит И тогда Она слышит Саки О Манджарик Что говорит О, Мадхусаннену Да, и Ананадас Бабаджи говорит Что же рада Как рада Ощущает вот эту Пряму Что для нее В ее сердце В ее чувства И сейчас Ананадас Бабаджи Махараджи Летает Что це делает Что имеет Прямо Майчитэ Такой психи Стать о согласии Смысл, говорит Ананта Дазбабаджи, вот состояние рапхики и вот этой према-вахитик, вот этой бхавы, смысл этого в того, что интеллект, знаете как, интеллект, ну такое слово, я думаю, это там немножко другое, может быть, сознание, сознание, от сильных любовных чувств рапхики становится настолько тонким, знаешь, как утончается. And now he's explaining, in this state of Prima-vacichitta, due to this power strong feeling which is coming in the heart of Shimmati Radhika, her intelligence becomes so subtle. Что любовница Любовная, влюблённая рада Насколько она утончается Каждое слово о нём Она туда уходит Она создаёт образ Она уже там Провожает того А куда он ушёл А как я его не наряжу Я его не побью напоследок лотосами А на переживания Вот эти сильные переживания Они перекрывают то, что даже Эти слова о Саки и о Манжаре Мадусудмин из Гон Именно create picture Actually, reality In which now Now Шимати Радика is In this reality When she sees How Мадусудмин is going And she is feeling so much Upset I not did so many Loving things for him For example I am not beating him By my lotus Play lotus At the end She prepared so many things Sweet things for him And she is not beating Because she is growing Да, здесь вот открывается такая Знаешь Я это Ну вижу Вот как Ну, погружаюсь в это Я вижу Величайшая тайна От Ананта да Бабаджи То есть Почему Да, для нас Главное Рогануга бакхи Вот эта практика До памятования игр Или качеств До любимого Его имен Рагануга, Лил особенно. Я не понял, извините. Понял? Ну ладно, двигаемся дальше. Потом я объясню. Другими словами, продолжает Ананта Дашбабаджи, когда Радум, сознание Радхики погружается в игры Кришны. Then the consciousness of Shimati Radhika completely absorbed in Krishna's Lila, means games, sports. Знаешь, здесь имеется в виду форма Кришны или Кришну. Она погружается в ментальный образ. Обязательно, Радатиран. Now she is absorbed in mentally absorbed inside. She sees his form, his actions. Да. То есть, почему важно для Вайшнав Рагануга Бхакти? Потому что Рада это делает. Рада, это ее главная практика. Она не видит его, ни глаз нет, ничего. И слышно, что он нашел. Она провожает его, она сожалеет об этом. И она ушла туда, представляете, Рада. И почему для Рагануга практических девочек это так важно, делать эту ментальную религию, это означает медитацию, смарана, потому что Shimati Radhika делает это. Она находится внутри. В этой фотографии всегда много эмоций внутри. И что, знаешь, как вот продолжение, да? Ну, вот эта идея, да? Что она создала ментальный образ. Да, и когда она полностью туда ушла, то страстная, наша страстная Рада, она не может больше осознавать Кришну, которая сидит рядом, да? Или у которого сейчас на коленях. И сейчас, наша Рада, которая так пасчетна в ее желании чтобы дать удовольствие к Кришне, она полностью обсуждена от этой фотографии в ее голове, и она не могла осознавать пресенцию Кришны外, кто сидит близко к Кришне. И давайте с вами, дорогие Вайшнаву, вот сейчас нам Ананта Бабаджи покажет что же там в себе надумала Рада, да? И она. И теперь мы увидим, как Ананта Бабаджи показала нам, как Шимати Radhika что происходит в ее голове, что она думает, что реальность создана внутри, из ее ощущений. Да. Расавати Раи. Расавати Раи. Она, знаешь, как села. Она сидит рядом с Расикой Кришной и громко плачет и стенает. Она страдает от боли разлуки и горит в огне разлуки. Нет. Расавати Раи, кто сидит близко к ее голове Кришне, громко и громко плачет из сильной боли в ее сердце. Представляете, Рада. Рада горит наше с вами. Если вдуматься, вдумайтесь каждую на секунду. Она плачет, стянает от горя, сидит рядом, но она не осознает. И вот этот образ ментальный, он для нее более реальный, чем вот это вот, чем Кришне. И Рада, знаете, как она плачет и стенает. Когда же, когда же я снова встречу моего Раса Майя? Шьяма, Мохана, Гавида. Когда же я пересеку этот океан разлуки бесконечно. И хотя ее герой, ее любимый. Рада Гавида. Рада Гавида, прости, пожалуйста. Она называется Раса… Я не расслышал. Раса… Расоваки. Расоваки Райи. Нет. Она называется Шимасундру. Шьяма. Вот буквально до этого. Она говорит, когда же я встречу… Когда же я встречу моего Раса Майю? А, Раса Майя. Шьяма. Да. Она говорит, когда же я встречу моего Раса Майя, Кришна, и я встречусь с Шьяма-оушеном. Да, и затем подружки пытаются ее успокоить. Гопи, знаете, как она… Посмотрите, она начинает гореть, рада горит. Понятно, какое состояние. Хотя Кришна… Кришна в изумлении. Говорится, что вот это состояние Расики… Да, почему прямо в Айчите такая… Особенно рада Чарам… Да, мы уже не раз читали с Махараджем это… И пришли к этому, да… Что… Он же ее не видит, как она в разлуке тоскует. Плачет, понятно. Он не видит. Поэтому она называется любовь в разлуке, да. А тут она на коленях. Он восхищается вот ее любовью, ее эмоциями. Насколько она… Как она обезумела и что она там догорит в огне, в разлуке. По нему, как она обезумела. Ну… И вот, в этом моменте, ее любовь Кришна… И вот, в том числе, И вот, в этом моменте, Она чувствует соперничество, когда он не близко. Но когда он близко к ней, она счастлива. Но сейчас случается что-то необычное. Она горит и чувствует пинок от соперничества. Такие сильные эмоции в передо мной. Мы с ним так близки. Что значит, что он потрясающий? И затем Кришна. Представляете, что он делает? Вот эта безумная радость. Анан Тадас Бабаджи говорит, затем Кришна из величайшего изумления. Он изумлен. Вот эти катализаторы были пчелы, чтобы вот эту премовочить. Они нужны были. Мало того, что они любовь носят, они еще новую игру, новые эмоции, волну, от которой Кришна изумляет. Изумлен. Кришна уже был счастлив, быть с Радхи и Кунжа. Но вдруг все эти боблобицы приходят. И они становятся новым чувством в Шримат-Радхи. Потому что новое чувство так сильное. Это делает Кришна. да вот этот изумленный кришна он садит ратхику на колени на колени да и сегодня наша тулась да вот он поет молится и плачет значит вот этой молитвы он говорил что когда же когда же я как пчелки буду петь да подобно пчелкам петь жужжать танцевать славу игр и глядеть на лотосные стопы ратхи как и да и вот а ананда даст бабаджи еще один секрет да 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 и вот ананда даст бабаджи еще один секрет Еще одна тайна, величайшая Расика тайна Он объясняет, что вот эти раи пчел Вриндаванские Вот это Мадхурия, как ты говорил Дорогой Радачаран Там все в Мадхурии Вриндаванские раи, пчелы Они являются причиной Коренной причиной проявления Вот всей этой Экстраординарной сладости Встречащей Рада Мохана И теперь Еще один секрет Он рассказывает Эти бамблби И эти Эти Экстраординарной Любовь И очень сильная эмоция Битвинь Рада и Мохан Да, представляете, какое состояние Рада Чиран Это не банальное что-то Это прям Вау-вау-вау И вот они так же Эти пчелки Они так же Вот этими Вот этими дарами Любви Они так же доставляют Этими песнями Вот этими своими действиями Они доставляют Такую необычайную Такую необычайную Исключительную Рада Чиран Прямо читая по тексту Не спекулируя Исключительную часть И вдохновляют Рада Мохан Эти пчелки Они очень рады Экстремельно рады Если Рагунат Исключительная часть И Шмелям Вриндавана Которые всегда Всегда Пьют Да и опьянены Пьют Мед Любви Святых Деревья Манго Лиан Сегодня Таких как Матхи Кто Всегда Стринг Нектар Хани От Дifferent Трис Как Манго Кадамба Бакула Мадуи Винс И летая Литая Собирая Вот эти Соки Нектар Любви Они перелетают С дерева На дерево И при этом Да Эти пчелки И да Вот эти Шмели Пчелы Они Сладко Радочи Изумись Сладостно И неразборчиво Как бы Жужжат Жужжат Но Тире Поют Своим Жужжанием Песни Любви Игр Радчиговин Представляешь Что они делают Я думаю Они там Еще танцуют Радочи Радочи Добавят Себя В同時 В同時 Когда Они Плываются С деревом С деревом С flower С flower Они Базз И Рассика Плываются Глорифов И Рассика Паст В таком Базз Это Базз Нет Сепар Вор Горфов 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 И вот этими жужжаниями, песнями любви, они безмерно увеличивают радость, большой буквы, радость и сладость Радхи и Гавин, он говорит, поет, молитв и плачет, я буду петь вечно и славу этих пчел и шмелей и глядей, как тулоси, как тинкари, на лотосные лица. Я хочу, знаешь, когда же, когда же я вновь вижу вот эти изумленные, опьяненные лица, лотосные лица Радхи и Гавин. И вот сейчас Радхи Гавин говорит, что я всегда, всю свою жизнь, я буду glorifying эти бамбл-бис и бисы Радхи. И вот сегодня мы прослушали вот эту сладость любви, что дарят пчелы, как наша тулоси, старшая Гуру Деви увидела, что дарят пчелы, вот эти дары любви, и как Рада с Кришной им отвечают этим. Рада с Кришной, ты спрашиваешь, почему они опьянены? Они же, представляешь, они же любовь, нектар вот этой Радхи Гавинды. Они его пьют, они его видят. Радхи Гавин. и Кришна, и они также собирают эту нектару из лотуса, даже из лица Рады и Кришна. Почему они так интегрировались? Рады, Рады. Я добавлю тебя, мы закончили эту удивительную игру. Однажды мы погружались с преданными, пели баджаны ночью в лесу, и одного моего друга, он увидел картину, а мы в Кунжу должны были зайти в служение, а он говорит, Рады, прости, у меня не получилось зайти в баджане, я вот эти белые листья, здоровые, полметровые, какие-то белые, кадамба, может быть, цветы, как подсолнухи, и вот эти раи пчел, я залип на том, что вот эти просветы между ними, которые они рисуют, значит, там картины вот любви, Радхи Говинды, они еще вот просветами рисуют, не только танцами или песнями, ты знаешь, что они творят? Я с моими друзьями, они приехали в Кунжу, и мы приехали в Кунжу, и мы приехали в Кунжу, и один человек сказал, что, Рады Говинды, я не смогу приехать в Кунжу, потому что я вижу в этом красивом интернете на Кунжу, я вижу в красивых красивые леси, как кадамба, и как они бамба и бамба, они танцуют, это значит, что они кладут, вставленные пчелы, это пчелы, это пчелы, Это означает, что они находятся в таком способе, как Рада и Кришна имеют эмарадские прошлые периоды. Может быть, личный опыт, ну как бы восхитись или добавь, конечно, нектара в этот нектар, пожалуйста, рады-рады. Слушай, я немножко скажу, я до этого не погружался в Славу Шмелей, это мой первый опыт, и он очень-очень сладостный, я счастлив. Вот, я счастлив тем, как у тебя получилось передать то, что Давнадас Бабаджи Махараджи, вот, насколько сокровенно и сладостно служение Шмелей и Пчёлову в Риндаване. Особенно последний момент, что они не просто летают, они ещё создают картинки любовных игр Рады Мохана, Рады Кришны. Они ещё поют Рады Кришны. И ещё один момент, это то, как появляется это прямо в айчите, потому что их любовь друг к другу настолько сильна, что они всегда, всегда есть страх потерять друг друга. И поэтому любое что-то напоминающее может вызвать тут же сильнее, вот, взрыв этой эмоции, что всё, мой любимый, я потерял, я больше не смогу ему служить, я больше не смогу дать ему счастье. Вот это очень сильный момент. Рады Кришны asked me to share what I feel when I heard this. I told before, I never was absorbed in this glory, glory of bumblebees and bees. It was my first experience, first time. Even I know it, it's from Srimad Bhagavatam, the song of bees, some glory, but I never heard this. And I told to Rady Govinda what I'm grateful to him, how he expressed the sweetness of all this picture, what Anandas Babaji Maharaj gave in his commentary. How these bumblebees, how these bumblebees, so nicely, so seated, so in Radamohan, so, what they actually, I never heard, like, I know, thought about this, actually, what they come in, inside of Hunja. They come in, inside of Hunja, they are so qualified, these great souls, they come in, inside of Hunja. And also, I told what, for me, in all this picture, in all this lila, is so strong, is Premavai Chitya. Because Rady Krishna loves each other so strongly, what the fear to lose each other is always present in their heart, always. And it's, you know how fire in forest can come. One spark, enough, it's so dry, in hot autumn, it's so dry, one spark and fire is coming, forest fire. In same way, the strong, blazing fire of love inside of them makes so dry, but one thought, like, spark, Madhusuddin is gone, immediately, forest fire of separation, immediately. It's so strong, but not possible to find the way, how to come out. And Krishna is amazing. This is what is touched my heart. Rady, Rady. Rady, Rady. Rady, Rady. Rady, Rady. I told Pujak Vishnu a translation. Rady, Rady. Rady, Rady. Мадави Диде, русская мама из Украины, она спросила этот вопрос от Радаговинда. И теперь Радаговинда спросит, «А ты согласен, моя сестра?» Да, Рады. Очень понравилось. Удовлетворено теперь. Потому что в многих стихах Радха Сутханитхи написано, что именно гудят пчелы, какое-то они приносят, что-то как-то они служат, и не было понятно. А сейчас все раскрылось. И Мадави говорит, «Да, я так счастлива, так счастлива, потому что в Ширадарас Сутханитхи мы можем найти эти детали о бузе и бамблбеях. Но это не было открыто. Теперь еще один пузырь в моем фотографии». Мне, конечно, больше всего поражает, вы раскрыли как бы три аспекта, получается, как служат пчелки. И вот этот первый самый аспект, что они летают как бы от цветка на цветок, и все в этом там трансцендентно. И они становятся трансцендентными сами от этого нектара. И вот этот нектар они передают Радхе Кришне. Как вы говорите, они приносят нектар всех джив к лотосным стопам Радхе Кришны. А второй аспект, что они гудят, жужжат, и этим они рассказывают все лилы Кришны, все их игры. И третий аспект, они погружают в према Вайчитью и Радху Кришну, и получается невероятная игра. Из-за этого пришел Чайтанья Махапрабу, чтобы испытать и понять, что это такое. Это означает, мы обязаны шмелян и пчелкам, чтобы мы получили такую возможность войти в эти игры и служить Чайтанья Радхе Кришне. Потому что они это сделали. Рады, рады. Да, и еще манжари, подобные пчелам, они тоже собирают нектар со всех джив. Чего Павпада такая манжари? Сколько усилий всех преданных, которые еще ничего не осознавали про Славши Матерадику, про манжари Бау. Но они несли просто из любви к Шии и Павпаде свои усилия, свой нектар. А он все передавал Рада Мохану, Рада Кришне. Да, да, да. Стехси Манжа, Гурадеев, Бхасан Срасвати, Шилдар Анигаса, Махарадж. И я говорил, что наши ачаристы, они все манжаристы, они все, как бамблебицы. Когда они приходят как ачаристы в мире, они собирают все усилия, все дживы, как этот нектар, и дают к лотусам, и к лотусам Рада Мохану, Рада Кришне. У нас сейчас уже прозвучало. Но в Монгер Мандире шанка начинается, это означает, что арати начинает. И в этот момент арати, Радж Бога, арати начинается более более у нас сейчас Радж Бога, арати начинается раньше, ну то есть из-за летнего времени раньше, сейчас уже раковина протрубила. Большое спасибо всем приятно. Может, все-таки есть у кого-то вопрос, сейчас Радж Богин придет. Окей, если нет комментари, нет вопросов, может, still some wants to ask something or do commentary or share something? Рады, 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 чаран. Я сказал, что у нас тут уже раковина протрубила, но я все еще пытаюсь спросить, может, кто-то хочет как-то поделиться, прокомментировать или спросить. А вот прямо приятно пускай внимательно слушала нас или вот Хеллиотера, Ирина Богомолова. Да, поделитесь с ним. Спасибо, Матхови, вы удивительно прям. Ну, я думаю, да, мы такого даже не ожидали, согласитесь, да, вот какой тайный смысл, как это все величайшее. Да, удивительно, сладостно, шмели, птелки. Нашел для вас, да, сеть второй стих вот в этой книге. Там насекомые, рада, ты скажи, что в этой книге описано, тут 108 стихов, тут, представляешь, насекомые, как лианы дарят, как деревья дарят, как птицы, как кролики, как все жители, бабушки, дедушки, и радхи, и Кришны, вообще все описано. И это Радхи Манджария. И он всех безумно любит, вот что они все в Матхури, они все любят Рада Мохана, служат им, как дают любовь, и как получают. In this book Ширагунат стал Вали, Ширагунат дас Гослами, describing the glory of all bradjabasis means not only gopas, gopis, grandmothers, grandtiles, but also insects, different animals, different plants, trees, how they serving by Rada Krišna. Да, может быть, прямо прия, скажите два слова, матушка. Что? Опьянены, да? Ну да, это может быть, по неопытности. Да, помнишь, Рада Тиран, я от себя добавлю, Матхаве пока рассказывала, свой вопрос, да, как они опьянены, и там в тексте было, помнишь, они пьянеют сами же вот от того жужжания, они пьянеют. О, Радхараман, спасение наше, ну-ка скажи, или ты не слышал игру? Рады, рады. Нет, я все слышал, я в таком глубочайшем, кстати, я просто плавал на волнах этого вкуса, удивительно, очень нектарно. Вот, и я до тебя еще раз подчеркнул такой момент, что в Аварадже нет ничего случайного, чего-то отделенного, все, до самых мелочей все служит Радам Олханову. Даже в таких маленьких нюансах, как пчелки, шмели, и так нектарно, они такую роль играют просто нектар, просто нектар, рады, рады. Рады, спасибо, дорогой. Да, удивительно. Рады, Рады, Роман added now what he is happy to hear is description how in so many details, so many, nothing is occasional, everything is connected, like in symphony, in orchestra making symphony, all sounds, all composed, arranged by Yogamaya in this sweet lila, everything, even with how today heard, even with bumblebees and bees, what they're doing. It's whole picture, nothing is secondary, everything is important. thanks. Рады, Роман, спасибо. А меня знали? Что, Рады, можно я от себя добавлю, что меня много аспектов, что меня восхитило, И вот что пчелки, помните, в конце мы вам читали, в комментарии, Таташ Бабаджи объяснял, что они являются причиной вот этих эмоций в Махабхаве, в океане Радхики, любви именно Радхики. И, соответственно, от Радхики там и Кришна получает новую волну, новую Радху, чтобы она его изумила. Вот что они делают. Да, удивительно. А на вид казалось бы, ну что-то маленькое, черненькое, жужжит, что-то непонятно, жужжит. Но сколько любви, сколько они приносят, сколько они отдают, какой они заворачивают сюжет новой игры. Помните, меня еще восхитило, что они поют такие песни, что Рада Говин опять хотят. Они уставшие, ночь провели. Ну как бы, внешне. Но они опять, они опять, знаете, как они им что-то напевают. Они же поют, какой Кришна красивый для Радхики, да, жужжат. Или какая Рада, какая Рада, как она его любит. И они опять хотят быть вместе. По этой песне, они опять получают уверенность для новой эморос-паст-таймы. Они опять начинают делать эти эморос-паст-таймы. Ну да, я, знаешь, еще это Рада Чаран, преданные дорогие. Я еще подумал, знаешь, как, коли они переносят запахи, они же собирают запахи, нектар, да, вот такие тонкие вещи. Представляешь, что они, наверняка, они могут быть посланниками, да, там, то есть Рада посылает какого-то, это где-то же даже описано. Рада Чаран, расскажи на рае, на панели. Рада Чаран, расскажи на рае, на панели. Рада Чаран, расскажи на рае, на рае, на поиски, да, Это из Шримад Бхагаваттан. Мы можем найти в 10 кентра Брамар-гита, что песня о бамбл-бе. Когда Шримати Радхика был в сепарации, Кришна был в Мадхура, и она увидела бамбл-бе, и она начала говорить с ним. Потому что бамбл-бе является черным, как Шримасундра. Она, в один момент, она говорит с ним, как он, как он, как он, как бамбл-бе. И в втором момент, она говорит, что к нему пациентам, к чему бамбл-бе, с ней она будет. И в один момент, она говорит, что она ответит на��처, и говорит, что она имеет 6 леков, но мы знаем, что больше леков, больше политических людей. Это больше политических людей. Коус с 4 леков, они именно будут уhand 시, и они только люди, who then they have to wait to see intelligent, but you have self, and you don't know the nature of your own Master who sends it to you! And she's in one moment criticizing him and then this Ba bunları is flying immediately! Separation coming and she is starting to regret, cry and she wants to return him. Just she's criticizing now! She wants to glorify! И я сейчас пытаюсь вспомнить вот это описание из десятой песни Шмеля, которая называется «Брамаргита» или «Песня Шмеля». Когда Шмеля Радика была в разлуке с Кришной, Кришна была в Матхури, она убила Шмеля, и она одновременно, она его принимает, поскольку он чёрненький, как ел Шмеля, она принимает его и за Кришну, и за его посланство. Там столько эмоций, она смотрит на его усиках, пыльцу, цветов, и она говорит, как ты посмел появиться в таком виде? То есть, когда Кришна появляется в Йокунже, у него на гирлянде следы кункумы, которые гопи посыпают свою грудь. Откуда кункума взялась на твоей гирляде, мой возлюбленный? Ты пришёл ко мне в Кришну и даже не додумался скрыть следы, что ты встречался с другой девушкой. И она, ради каких-то пылинки на усиках Шмеля, и начинает его ругать. Она его ругает, она говорит, у тебя шесть ног, а мы знаем зависимость, что чем больше ног, тем глупее существо. Вон, люди очень разумные, у них две ноги, коровы глупее, у них четыре ноги, а у тебя шесть ног, совсем глупые, ты не знаешь первого собственного господина, который тебя послал. И она его ругает, и когда Шмель улетает, она чувствует немедленно, тут же начинает раскаиваться, начинает плакать, испытывать, звать его. Хочет прославить Кришну, вот так вот. То есть там смесь противоречивых чувств. В этой песне Брамар-гита, или песне Бамбл-бэй, эти чувства Шимати-радика являются противоречивыми. Один за один они приходят, они как пыль в океанах, которые приходят к друг другу, всплаживают и делают так много спарктов, так много, маленьких спарктов раса. И вот эти вот противоречивые эмоции Шимати-радики в этот момент, когда она разговаривает со Шмелем, рождать в ней противоречивые чувства, эмоции, которые как волны в океане у Махабала, они сталкиваются, создает много-много мелких брызг расы. И создают такую влажную атмосферу, которая очень благоприятна для того, чтобы Лиана Бахти росла. Рады и рады. А там я еще хотел, знаешь, свою историю, когда Рада с ним разговаривает, ну, может быть, это другая какая-то Лила, да, я вспоминаю, она ему с ним, ну, разговоры со Шмелем, она же с Кришна, он для нее Кришна, он черный, он черный, он сладостный, он все к ней лезет. И она говорит, убери свои грязные руки, убери, как ты смеешь моего нежного тела касаться. Ты распутываешься, летал там где-то по разным лианам, по деревьям, а потом ко мне, я целомудренный, представляешь, Рада. И она же там живет, живет Рада этим. Она не просто верит в это, или это безумие. Когда Шмелематя Рады и Кришна встречают друг друга, Кришна черный, он черный, его тело черный, по всему миру, как Баб-Ноби. И он, когда он приходит, умеет, и пытается, как его ударить, и пытается, я чувствуя, это кое-будро, so 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 golden you're black don't touch me i remember one one devoted i asked him what does it was one song in raja i asked him what does it mean because our country is called russia and he started to smile laugh and talk russia means don't don't touch my body Шмати Радика Теллин, «Don't touch my body». Я рассказал, что здесь есть песня «Хо-хо-холи-ре» «Россия», которую поют во время холи. И я однажды спросил у одного преданного здесь, во Вриндавне, что значит «Россия», потому что у нас страна так называется, «Россия». Он засмеялся, он сказал, это означает, что Мати Радика говорит Кришне, «Дон, не трогай меня, не трогай, убери свои руки». Раде? Раде и Раде. Can you please just tell me again this book that you showed before, of every aspect of Вриндаван, the name of Эдад? I understand. Рада Говинда просит еще раз назвать название этой книги, где рассказывается в этой детали, как служат растения, насекомые, животные, разные Раджа-Байсы. Она называется, Рада Чирана, матушка, называется «Втававали, тон второй». Я думаю, в английском варианте так. А внизу называется «Втававали, тон второй». А так вот, ну как бы, расшифровка этой молитвы, это «Шивраджа виласа встава». Враджа виласа встава. The name of this book is the name of second volume. Great, thank you. Рады-Рады-Рады. То есть перевод, перевод такой, знаете, как это, ну на русский, это Рада Чирана переведи, на английский тоже. Это прославление развлечений жителей в Аврадже, всех жителей. Ну то есть, там 108 стихов, знаешь, то есть и насекомые, и бабушки, и дедушки, даже кормилицы Кришны, и Радхики, представляешь, их дети кормилицы, описаны. То есть, вот какую любовь они дарят, там кундалата, гопи, рупа, манджари, представляешь, там комментарии по два-три листа каждого комментария. В этом книге вы можете найти 108 стихов, и в том числе название этого volumen, Шива Раджа Виласа Стала, это переводится как лилы всех Раджа-Баса, это означает все, 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 Как они взяли в Радхикишна слила, они лилы, они блестящие лилы. И для каждого слова, Ананда Забабаджи Махарадж дает комментарий два-три пляжи. Свет, матушка, crazy, beautiful, perfecto. Да, удивительно, удивительно, но, я думаю, Дорадо Хатиран, ты, наверное, в курсе, Махарадж, по-моему, не читал, да, никто эту книгу, он ноги, он, кстати, в первый том столовали, помнишь, мы начинали читать на русских думах, потом, этот, Джайананда, он тоже 4, там, Гавархана Пу, ну да, такая, какие-то сокровенные молитвы, не обращают на них внимания особо. Я думаю, просто, уже прощаться. Ну давайте, давайте, спасибо, Ваишнанид, thank you, arigatouga feimata. thank you so much, all devotees, спасибо большое, дорогие, приятные. Today we also can meet… Rade, Rade, Rade. Rade, Rade. Today we'll be creation, Zoom, сегодня будет хорватский, Zoom, я постараюсь перевести и выложить нас в канале распочтением. Rade, 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 Rade. Редактор субтитров,